Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Они каждый день заботятся о здоровье пассажиров, обрабатывая общественный транспорт. Дезинфекторы получили грамоты и памятные призы от областного правительства. День рождения отмечает главный волшебник страны. Считается, что именно 18 ноября в Вологодской области на родине Деда Мороза наступает настоящая зима. Приобщить весь мир к богатству мысли и поиску адекватных решений. 18 ноября отмечается Всемирный день философии. Городская казна Самары пополнилась почти на 900 миллионов рублей. Средства поступили из вышестоящих бюджетов и налоговых выплат. Основную часть этих денег, более 595 миллионов, направят на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, дополнительные средства пойдут на социальные выплаты, а также на оснащение образовательных учреждений средствами, комплексной безопасности и оборудованием для пищеблоков. Эти решения сегодня приняли на 22-м заседании Самарской городской думы 7-го созыва. Сегодня все условия созданы. Идет интенсивное строительство, комплексное строительство. Дальше достигнуты договоренности по ценовой политике. Квадратный метр составляет пределы в 54 тысяч рублей. И мы переселяем. Красят стены, укладывают гомогенное покрытие, доделывают фасад и закупают самое современное оборудование. На пятой просеке до конца года должны завершить строительство нового корпуса 26-й школы. Ход работ проверили зампредправительства Самарской области Александр Фетисов, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководители профильных министерств и департаментов. Подробности расскажем в сюжете. Второй корпус новой школы на пятой просеке рассчитан на 850 детей. Он расположился рядом с первым корпусом на 600 человек, где с сентября уже идут занятия. Трехэтажное здание включает в себя пять блоков, в одном из них с отдельным входом разместят дошколят. Все работы на контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары Елены Лапушкиной. В этот четверг ход строительства проверили заместитель председателя правительства области Александр Фетисов, первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, руководители профильных министерств и департаментов. Вторая очередь 26-й школы будет самостоятельным объектом со своим спортзалом и актовым залом, который больше, чем в первом корпусе и рассчитан на 400 мест. В здании появятся также мастерские, зоны отдыха и столовая на 425 посадочных мест. На данный момент второй, третий этаж кабинета прокрашены стены в один прокрас, укладывается гомогенное покрытие, устанавливаются основные двери. Ведет сейчас активная работа на блоках А и В, также вы видите, устанавливается остекление, доделывается фасад. Подрядчиком разработан понедельный план до конца года, по которому объект достраивается и вводится в этом году. Строительство идет в ускоренном темпе, на площадку застройщик зашел в апреле, все работы выполняются под ключ. Параллельно идет закупка современного высокотехнологичного оборудования для учебного процесса и подготовка преподавательского состава. Важно не только построить стены, даже стены современные, не только оснастить оборудованием для современных образовательных технологий, а здесь должен быть, наверное, главный после ученика – это учитель. Детки, конечно же, должны ходить в современную школу с современными образовательными технологиями. Жизнь не стоит на месте, каждый год что-то появляется новое, и это будет одна из самых современных школ, не только на территории Самарской области, но и на уровне лучшей школы Российской Федерации. Школу возводят в рамках национального проекта образования в одном из самых густонаселенных районов города по просьбе самих жителей. Уже в следующем сентябре здесь должны начаться занятия для сотен юных самарцев. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Обновили асфальт и повысили безопасность. В этом году 66 километров самарских дорог преобразились за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта специалисты профильного департамента и дорожные службы сделали все, чтобы городские дороги были безопасны как для водителей, так и для пешеходов. Михаил Ермоленко расскажет, что нового появилось на объектах. Новая тактильная плитка, свежая разметка, ограждения на пешеходных переходах. В этом году дороги, по которым пролегает 64 транспортных маршрута Самары, обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Проезжая часть стала безопаснее как для водителей, так и для пешеходов. На оживленных маршрутах установили новые подсвеченные знаки, более информативные светодиодные светофоры с дополнительной секцией, а также металлические ограждения на тротуарах. Такие нововведения появились, например, на улице Арсибушевской. Порядка 22 светофоров установили новых, то есть это новые уже диодные светофоры, то есть были под замен лампочных. Они более эстетичные, они более практичные, долговечные. Если мы говорим конкретно о ограждении, то это порядка более 500 секций было установлено на всем участке. Это порядка одного километра нового ограждения. Главная цель – создать качественную и надежную транспортную инфраструктуру, а также снизить аварийность. Например, на проспекте Масленниково рядом с филиалом Третьяковской галереи, кроме ремонта дорожного полотна и укладки плитки, устроили островок безопасности. Такие конструкции появились еще на нескольких маршрутах, в том числе на улице Вольской. Кроме того, на некоторых дорогах, где это было необходимо, дорожные службы обустроили искусственные неровности, так называемые приподнятые пешеходные переходы. Эта конструкция вынуждает автомобилистов притормаживать, тем самым снижая скорость. Такие переходы появились, например, на улицах Партизанской, Аэродромной и Энтузиастов. Это техническое средство организации дорожного движения установлено с целью принудительного торможения на пешеходные переходы, которые обустроены дорожными знаками. Данный вид конструкции удобен как и для безопасности дорожного движения, с целью, потому что у нас зачастую в городе на нерегулированных пешеходных переходах происходит дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. В этом году дороги Самары отремонтировали с опережением графика, несмотря на увеличенный объем работ. Так в начале года планировали обновить чуть больше 48 километров дорожного полотна. По факту отремонтировать удалось почти 67 километров. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Они перевозят тысячи людей в день. От них зависит комфорт, а главное – безопасность пассажиров. 20 ноября сотрудники транспортной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Лучших работников в преддверии праздничной даты наградили грамотами и памятными подарками. Максим Магомедов с подробностями. Лучшим сотрудникам Самарского автотранспортного предприятия накануне профессионального праздника вручили грамоты и благодарственные письма, а также памятные сувениры от правительства Самарской области и администрации Самары. Мы с вами отмечаем День работника транспортной отрасли. Так сложилась жизнь, что у нас два теперь профессиональных праздника – и в октябре, и в ноябре. Поэтому вдвойне приятно, что есть возможность еще раз обратить внимание и всех поздравить. За помощь в перевозке участников творческого парафестиваля инклюзивных театров в адрес работников автотранспортного предприятия прозвучали слова благодарности от руководителей Самарской городской общественной организации, областной организации «Всероссийское общество инвалидов». Благодарственное письмо вручается для всех вас, потому что отношение людей к человеку с инвалидностью – это показатель и отношения нашего города, наших людей, которые живут в этом городе. Спасибо вам, которые работают. Тяжело работать, но работают невзирая ни на что. В настоящее время в парке автотранспортного предприятия более 450 единиц подвижного состава. Предприятие обслуживает 85 маршрутов. В компании около 800 водителей и 750 кондукторов. Среди награжденных – водитель Валерий Дорогойченков. Перевозкой пассажиров он занимается с 2001 года, а общий стаж за рулем у него более 40 лет. Водителем автобуса 67 маршрута работает последние три года. Говорит, что всегда нравилось ездить на больших машинах. Много дается водителям, что, так сказать, с рождения, что ли, с колес от родителей, от моего родителя, который тоже был водителем. И, как говорится, не всякий может быть хорошим водителем человек. Да, может быть, как бы сказать, водителем, но не может быть шофером. Без внимания не остались и дезинфекторы, чей труд сейчас с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации особо важен. Двоим самым усердным сотрудникам мобильной группы дезинфекции вручили почетные грамоты Департамента транспорта администрации Самары и денежные премии от профсоюза. Мобильные бригады, занимающиеся санитарной обработкой общественного транспорта перед выходом на линии и в промежутках между рейсами, продолжают трудиться в круглосуточном режиме. Впрочем, труд каждого сотрудника ценен. 20 ноября профессиональный праздник работники транспортной отрасли отмечают второй год. Его утвердили в 2020-м. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Сызранский городской суд приговорил к лишению свободы на 6 лет и 9 месяцев фигуранта уголовного дела, причастного к незаконному обороту наркотических средств. Гражданин одной из стран Центральной Азии был задержан сотрудниками ФСБ России по Самарской области на территории региона. Во время обыска у него обнаружили пластиковую бутылку, наполненную неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это наркотики. На 43-м году ушел из жизни легендарный игрок «Крыльев Советов» – заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за самарскую команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с крыльями бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Телеканал «Самара ГИС» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким футболиста. Эфир продолжит новости экономики. В студии Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Цены на продовольствие в России в следующем году могут вырасти. В чем причины? Невысокий урожай и возможный рост цен на удобрения. Сразу после курса валют расскажу подробнее. Курс доллара на 19 ноября – 72 рубля 60 копеек. Евро – 82 рубля 25 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 80 долларов 2 цента за баррель. В 2022 году цены на продовольствие в России могут существенно вырасти, как это уже произошло в текущем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. В ноябрьском докладе Центробанк уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первой половине 2022 года из-за неудачного сельскохозяйственного урожая. По данным Росстата, в октябре продовольственные товары подорожали на 10,89% в годовом выражении. Особенно выросла стоимость плода овощной продукции на 25,5% в годовом выражении и на 8,6% в месячном. В начале ноября правительство ввело временный лимит на экспорт азотных удобрений, чтобы не допустить дефицита внутри страны, а вместе с ним и повышение цен на продовольствие. Ожидается, что такие ограничения позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в период подготовки к весенней посевной кампании. Неработающим пенсионерам в России в начале следующего года проиндексируют пенсии. Увеличенные выплаты будут получать граждане пенсионного возраста, получающие страховые пенсии по старости, потере кормильца, инвалидности. Индексация составит 5,9%. Что касается пенсий бывших военнослужащих и сотрудников силовых органов, то они повышаются каждый год за счет роста денежного довольствия действующих военных, а также за счет роста понижающего коэффициента. В 2022 году рост военных пенсий также продолжится. Государственная Дума России приняла закон о продлении до 1 января 2025 года при остановке компенсации в полном объеме сбережений времен СССР. Внесенный правительством страны документ является сопутствующим проекту федерального бюджета на будущий год и плановый период 2023-2024 года. В 1995 году в России приняли закон, согласно которому государство дает гарантию восстановления и обеспечения сохранности сбережений, помещенных в Сбербанковские вклады до 20 июня 1991 года, а также во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги на территории России до 1 января 1992 года. Восстановление сбережений, согласно данному закону, нужно проводить по средствам перевода их в целевые долговые обязательства России с применением долгового рубля. При переводе гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, которые потребуются для их погашения, растет с каждым годом. Только в 2022 году он составит почти 50 триллионов рублей. Приостановка компенсаций продлевается с 2003 года, из-за того, что в России до сегодняшнего дня нет законов, регламентирующих перевод вкладов в целевые долговые обязательства страны. Также в Кабмине говорят об отсутствии финансовых источников для полной компенсации советских вкладов. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. 67 конкурсных фильмов, 34 спецпоказа, 15 вне конкурсных картин. В Самаре стартовал открытый 14-й международный фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Он продлится до 20 ноября и пройдет в онлайн-формате. Увидеть конкурсные фильмы, выступления гостей и участников можно ежедневно в круглосуточном режиме на сайте фестиваля, где работают пять кинозалов и онлайн-студия. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Итак, 14-й международный кинофестиваль «Соль земли» открытый! Кинозал фестиваля документального кино «Соль земли» расширился на весь мир. Второй год подряд он проходит в онлайн-формате. Торжественную церемонию открытия, как и всю программу конкурса, можно увидеть на официальном сайте. Причем подключиться можно из любой точки мира. В прошлом году зрители были не только из России, но и из нескольких европейских и азиатских стран. С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась глава Самары Елена Лапушкина. Благодаря кинофестивалю мы можем окунуться в историю, заглянуть в укромные уголки России и зарубежных стран, увидеть героев и события прошлых лет и наших современников, чья жизнь по праву может быть примером для многих. В этом году на конкурс поступило более 300 фильмов. 67 из них отобрали в финальную программу. Документальные фильмы традиционно представлены в пяти номинациях. «Здесь и сейчас» времена не выбирают. «Русский собор», «Чти отца твоего» и «Матерь твою», «Камагридэши». Лучших будет выбирать экспертные жюри, состоящие из киноведов и заслуженных деятелей искусств. В фестивале, где всегда царит атмосфера любви и уважения, всегда в этом фестивале есть такие фильмы, что всегда покарают зрители. И, конечно, на стилистику надо обратить внимание и в самом выражении художественных форм. В программе запланированы не только конкурсные кинопоказы, но и спецпоказ 34 фильмов о христианстве, о спортсменах, людях творческих профессий, людях с ограниченными возможностями. Также запланированы творческие встречи с режиссерами. «Для документалистов это возможность просто найти зрителя очень часто, потому что документальное кино не имеет широкого проката. И это прежде всего возможность людям, живущим в Самаре, например, если говорить об этом фестивале, просто увидеть хорошее документальное кино». В декабре 2020 года Министерство культуры России официально присвоило фестивалю статус международного. Среди участников не только российские режиссеры, есть и гости из зарубежных стран – Швеция, Израиль, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия. «Документальное кино можно сравнить с кораблем, который плывет по волнам Большого океана. Океан – это наша с вами жизнь. И за каждой волной новый герой, новый взгляд, новые эмоции, новый поворот, новые события, рождение новой жизни. И вы знаете, наша с вами жизнь стоит из таких мгновений, которые уникальны и неповторимы, и в нашей жизни нету дублей. И вот именно вот такие мгновения и пытаются сохранить и уловить документальное кино». Итоги фестиваля подведут в субботу 20 ноября в 18 часов. Трансляцию можно будет также увидеть на официальном сайте киноконкурса. Виктория Шарая, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В каждый третий четверг ноября мир отмечает День философии. Его задача – приобщить мировое сообщество к богатству мыслей и поиску адекватных решений любой проблемы. С приходом пандемии человек все больше стал задумываться о сущности бытия и фундаментальной ценности здоровья. Появились ли ответы на неразрешимые вопросы, знает Ольга Хомракулова. «Объясняя мир, можно изменить его». Всемирный День философии – праздник молодой. Его провозгласили на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году в Париже. Главная его задача – приобщить мировое сообщество к богатству мыслей и поиску адекватных решений актуальных проблем. Так, опрошенные телеканалом «Самара ГИС» эксперты считают, что ответы на самые главные вопросы современности не сильно изменились со времен античности. А вот постановка вопроса в последнее время звучит по-новому. Так, с приходом пандемии человек все больше стал задумываться о сущности бытия и фундаментальной ценности здоровья. Некоторые философы считают, что современное общество разделилось на сторонников трансгуманизма и гедонизма. Первые имеют цель победить старение и смерть, а вот вторые считают высшим благом исключительно удовольствием. Трансгуманистический проект – это проект переноса сознания на небиологический носитель. Вопрос о здоровье человека в этой связи приобретает некоторое новое звучание. Гедонизм, конечно же, существует. Гедонизм как мировоззренческая установка, гедонизм как психологическая склонность человека вообще. И хотя общество потребления – это как раз и есть общество гедонизма, гедонистическое общество, но уже много десятилетий, как минимум последние три-четыре десятилетия, философы, социологи говорят о кризисе, глубочайшем кризисе общества потребления. За последнюю пятилетку интерес к изучению философии возрос. Только он так же, как и само общество, трансформировался. От классической образовательной формы и получения профессии философ наука ушла в интернет. Существует такая довольно-таки расхожая точка зрения, она весьма наивная относительно того, что, скажем, образование должно соответствовать будущей специальности. Люди, может быть, активно не выбирают этот вид образования, но зато активно читают. Философия вырабатывает целый ряд таких важных компетенций, как сейчас модно говорить, мыслительно. В целом она ориентируется на формирование мыслительной культуры, то есть это способность к анализу, синтезу, прогнозированию, а главное – критическому умышлению. Но философию изучать необходимо, настаивают эксперты. Ведь даже если она не пригодится вам в профессии, она пригодится вам в жизни. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. 18 ноября свое рождение празднует Дед Мороз. В этот день он отправляется из Великого Устюга в новогоднее путешествие по стране. О том, как складывался в России образ Деда Мороза и как убедиться в том, что он настоящий, расскажет Максим Магомедов. Главный сказочный персонаж, без которого не обходится празднование Нового года, Дед Мороз, сегодня отмечает свой день рождения. Считается, что именно в этот день на родине волшебника в Великом Устюге зима вступает в свои права. В числе детей, которые хотят поздравить волшебника с праздником, Алиса и Соня Наумовы. Писать они пока не научились, поэтому в качестве подарка приготовили рисунок и приглашение в гости. Папа, мама, Алиса и я. Все у нас здесь, дед Мороз. Спасибо. И, дед Мороз, приходи, чтобы у меня в гости есть конфеты. По словам историков, Дед Мороз, каким мы себе его представляем, появился относительно недавно. Его прообраз возник в славянской мифологии. Он представлялся невысоким бодрым старичком с седой бородой, которого звали зимой. Традиция прихода Деда Мороза домой с подарками возникла с началом празднования Нового года в Российской империи. Отмечать праздник начали в 1700 году по указу Петра Первого. В те времена Дедушка Мороз приносил подарки только умным и послушным детям, а хулиганов бил своей палкой. Со временем его образ смягчился, а палка превратилась в волшебный посох. Начиная с Петра Первого происходит такое очень мощное проникновение западноевропейских традиций, в частности связанных с торжествами новогодними в Россию. То в 19 веке постепенно появляется и такой вот литературный отечественный персонаж. Он и в сказках Адуевского, и в том числе знаменитый поэме Некрасова. После революции в 1929 году советская власть наложила табу на празднование Рождества. И Дед Мороз, как герой религиозного праздника, оказался под запретом. С 1935 года вновь происходит в отечестве нашим возвращение к интересу, к новогодним торжествам. Елочка разрешается снова, все новогодние торжества разрешаются снова. И появляется Дедушка Мороз, такой любимый нами. И буквально в 40-е, а лучше сказать в 50-е годы он активно входит в мультики. Образ современного Деда Мороза складывается из уже классических атрибутов. Красная длинная шуба, волшебный посох, борода и, конечно же, мешок с подарками. Рассказывает профессиональный Дед Мороз Денис Грядунов. Говорит, знает, как отличить настоящего волшебника от самозванца. Нужно дернуть за бороду. Если он закричит, значит настоящий. Настроение, как правило, дарят дети. Ты приходишь, даришь им волшебство, а они тебе дают отдачу. И праздник получается великолепным. В Великом Устюге 18 ноября разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются зажжением огни на первой в году новогодней елке. В гости к Деду Морозу приезжают сказочные коллеги, чтобы поздравить именинника. Отправить свои поздравления и пожелания сказочному волшебнику может любой желающий по электронной почте или опустив письмо в почтовый ящик с указанием адреса. Россия, Великий Устюг, почта Деда Мороза. Ответ обязательно будет. Максим Магомедов, Константин Головин, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в телеграм-канале и на страницах в соцсетях. Будьте здоровы и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!